Здарова, желаю, товарищи, и в данном видеоролике я бы хотел с вами поделиться новостями о War Thunder и первыми нотками сливов о грядущем крупном обновлении War Thunder. Поехали! И первая техника у нас в списке Т-77Е1. Зенитка Соединенных Штатов Америки на базе М24, вооруженная браунингами. Как по мне, эта зенитка вполне может быть в ветке исследования, ну и немножко, конечно, сомнительно. Дальше у нас идет ЛАВ-25А2, данная машина, которая переделась из зенитки в машину поддержки пехоты. И наш не старый друг, но давний тоже, Леопард 2А5 РСО, который светился сливу War Thunder. Как светилось название данной машины в файлах игры, так и моделька самой машины тоже. АСУ-57, ловыщая, БТР-82А. Я про него рассказывал, вполне возможно, и лично я скажу, ну 50 на 50, возможно и невозможно. Объект 19. Лично, как по мне, данная машина уникальная, но выпущенная. Она в одном экземпляре, и данную машину пихать ветку исследования, ну, знаете, как по мне, это странно. Ну, эта машина идеально бы смотрелась на каком-то марфоне, и венте, и все в этом духе. Но никак не ветки исследования, так что, нет. Короче говоря, это Шерман с пушкой от ПТ-76. Еще коммунитивов идет в комплект. Бронировый рейндж-ровер с авторами. Что мне еще рассказывают? Лично, как по мне, ну, тут не хватает еще и тигра с карнетами. Возможно, но все равно как-то так. 50 на 50. Если вы будете добавлять данную машину, это обозначает то, что данная машина не будет одна. Приходя в игру, как минимум, она появится еще у двух наций. Аналогичная машина по такой же компоновке и работе. Тот же, как я и говорил, и тигра вполне возможно. И вот британец и хаммер вполне, почему нет? Ну, о чем? Британцы одолжили у немцев корпус от Leopard 2.4, и присобачили туда свою башенку. Выглядит прикольно. Вооруженный опасен. Как по мне, вполне возможно. Учитывая последние обстоятельства с Британией, Британией очень сильно бафат британскую ветку исследований, да и просто нацио Британией, то не сомневаюсь, что данная машина вполне может быть. Возможно, как в виде према пакетика, а может, как машина ветку исследований. Но, как по мне, больше кажется, что будут кусты. И эта машина будет премиумный пакетик. Идеально. Теперь у нас идет на базе Leopard 1.0. Зенитка. С открытой рубкой. Нет, что хочу сказать. Прикольно, но странно смотрится. И в данную машину, как добавлять ветку исследований, ну, простите меня, по мне, это вторая бегля, только с открытой рубкой. И немножко покрепче базная. По факту, что ту картон, что это картон. Сомневаюсь, что буду добавлять. Дальше. З-Император Япошка. Ну, вполне возможно, японцы любят добавлять всякую фругальшину. А это японская самоходочка. И, честно, даже очень симпатичная и милая. Ну, и также японская ЗРК. Вполне вероятно, потому что разработчики о данной машине не говорили. И также о Израиле. И дальнейшем вонт данных противовоздушных комплексов в японской древоисследованной. И также израильской. Возможно, что и Израиль в этом патче получит какой-то противовоздушный комплекс от авиации. Ну, посмотрим. Лично я, ну, тоже 50 на 50. Сливы, они могут быть достоверны. А могут быть, конечно, и фейковыми. Давайте еще возьмем факт в то, что это первый слив. А первый слив, они у нас всегда, ну, такие немножко со старых. И что-то новое. И там есть доля правды. Ну, и ее очень мало. Что, французский колесник. Лично мне очень нравится дизайн, фары. Особенно зеркало заднего вида. Да, в данной картинке колесо куда-то украли. Но в игре, надеюсь, колесо будет возможным. Если мы посмотрим на это обновление еще не на всю технику, которая представлена, то я могу сказать, что в данном обновлении, если слив плюс-минус будет верно, то к нам в игру очень много колесников должно прийти. Ну, это так. На секундочку мою личное мнение. А теперь... А теперь коробочка и натор. Месть, зениток и сутула собака. Лично, как по мне, данную машину могут, в принципе, везти, но где она будет находиться, это уже другой вопрос. Я склоняюсь, что в Китае, потому что посмотрим на их вон вухау, бульдог с ломом и другие, блин, машины, то вполне невозможно. И еще один любитель британского Чея, как говорится, заходит в игру. Лично, как по мне, вроде данная машина есть в игре, но это немножко чем-то отличается, и все в этом духе. Может скорость лучше, либо 3-5-6. Не знаю. Тоже 50 на 50. Лично я, ну, конечно, сомневаюсь. Магахов много не бывает, сказал один мой любитель магахов. Приветствуйте, новенький магах. Но, это не магах. Это турка. Ну, по факту он будет в израильском древе исследований, я так вонгую. Вполне возможно, учитывая то, что в прошлом патче нам водили за техникум. Финская противотанковая крышебойная второвозка имеет вооружение в три фтура. База советская, начинка натовская. Любителям Финляндии, Швеции, Фигенции, как говорится, понравится. Простите, если я оскорбил ваши чувства, но я лично не очень люблю вот эту соляночку. С другой стороны, машина уникальна своей системой захвата, оптики и все в этом духе. Да и просто сама по себе машина уникальна. Дальше у нас М1 Абранс КВТ, который уже в игре анонсировали. Это пакетный премьер всего том духе. Про него рассказы особо я не вижу смысла. Дальше Э-86. Э-86 мы с товарищами посидели, поискали информацию и нашли, что данных модификаций данной машины очень много, начиная от обычных штурмовиков, заканчивая самолетом и перехватыванием. У данного самолета нету курсового вооружения. В данном видеоролике я вставил несколько машин. И на секундочку хочу сказать, что это не все модификации, которые я вставил Э-86. Поверьте, модификаций данного самолета очень много. Но растягивать видео я не хочу. Новый хорек для Соединенных Штатов Америки. АВ-8В. Чем он отличается от обычного хорека, который у нас есть в игре? Во-первых, данная машина легче. И также у данной машины немножко другое оборудование и также подвесное вооружение. Воздушная, сутулая собака, крепость и смартовая башня Ил-20. Данную машину вполне могут добавить. Без шуток, она и есть в айвах игры. Да. Но если честно, как в ветку исследований я сомневаюсь. Потому что, простите, и меня данная машина тоже почти в одном экземплиаре. И пихать эту ветку исследований нет. Я склоняюсь к тому, что так же, как и Объект-19, данная машина будет аукционной. Либо за то или иное событие, марафонным ТБ-ПБ. Было бы прикольно, если бы вот Объект-19, либо Ил-20 отправили боевой пропуск, а не вот эти клоны. Если вы согласны на мою, то поставьте товарищи лайк. Дальше. Ил-6. Лично, как по мне, мне данный самолет очень понравился. Во-первых, у него уникальная форма крыла. И его ледные характеристики. Я-я-я. Дашиш фантастич. Квадарет и жгуты. Юнкерс 87D4. Модификация Юнкерса с дополнительными топольными баками и так же с торпедой. Вполне возможно, почему бы и нет. У нас, конечно, есть Юнкерсы, которым, по идее, можно впихнуть торпеду. Это ничего не мешает. Но зачем? Давайте просто ведем еще один самолет, только который будет отличаться тем, и тем, что можно взять торпеду. Не, ну вот так-то смотрится симпатично. Нет. Американская букашка, заранее скажу, это кроха летит со скоростью 1. Плюс-минус. Но хочу предупредить, что с подвесным вооружением данная машина особо будет никуда не лететь. Да, у нас есть курсовое с маленьким плюс-минус боевым запасом. И так же бомбы. Как по мне, данная машина может быть, но этим же нет. Зачем? То есть, давайте тогда еще и яки будем водить. Современные, не только такие крошечные. Как у черно-боевые, и не только. Я сомневаюсь, что данную машину ведут. А вот уже у Германии, вот я, если честно, тут уже верю. Потому что у Германии, ну, нехватка штурмовиков. Давайте будем честнее. Вот, люди, которые играют на Германии, они на БР-97, или даже меньше, у них нет авиации штурмовой. Такой, ну, даже более-менее интересный, адекватный. И на сцену тут выходит он. Букашко и Натар Джермании, ну, либо Германии. Как по мне, ну, возможно, актуально, прикольно, и водовоследовую машину должна принести. Я даже про это говорить особо не буду. Французская Сарделька. Истребительный Торнадо АДВ Германии. Ну, по факту, что мне тут сказать. Я на данный момент не знаю, какие подвесного ворона у него будет, но по факту, что он будет принадлежать Германии, это я уже знаю. Британское чудо инженерии. Как по мне, самолет интересный, и тоже вполне возможно добавление в Артандре, если не ошибаюсь. Даже, да, на машину уже присутствовала в файлах игры. Если у меня получится найти, товарищи, я обязательно ставлю скрины данной техники. САЭ-365М. По факту, это тот же самый вертолег, который у нас уже есть. САЭ-365М. По факту, это тот же самый вертолет, только с другим вооружением. Если не ошибаюсь, данный вертолет присутствует в ветке исследования Италии. Я склоняюсь к тому, что данную машину могут отправить в прем, либо ветку исследования. Но я склонюсь к первому варианту. Ми-24 с ГШ-23Л. И по дополнительному вооружению, ну, те же самые футеры, С-8, бомбы, ну, обычный Ми-24, только с измененным вооружением на своей части. Ну, и также, еще одно чудо инженерии. Т-129 АТЭК. Но уже в более нормальном виде. Восемь, в целом, я вполне верю, что большинство техники из данного списка могут добавить, но, во-первых, точно, не в этом обновлении, во-вторых, не в ветку исследования. Потому что, простите меня, половина техники, которая тут есть, или которую я не ставил, это техника, которая, ну, была в единицах выпущена, а не в массовом производстве было. Ну, и все в этом духе. Ну, и также, на секундочку, я забыл сказать, что в файлах игры также обнаружили карту Париж. Я надеюсь, что данная карта чем-то будет похожа на карту из Окт-Окт-Тенс. Хотя, давайте вспомним, когда улитки сделали карту Берлин. Все думали, что она будет выглядеть как Берлин, а по факту, это то, что мы имеем. Я эту карту бы хотел всеми словами назвать, но в данном видеоролике это я не могу сделать. Но на стримах, как говорится, могу. Так что, дорогие товарищи, приходите на стримы, подписывайтесь на данный чудесный YouTube канал и на нашу группу ВК. В нашей группе ВК мы пытаемся оперативно скидывать новости о сливах, технике и интересные мемчики. Спасибо за внимание. На связи был Афин и удачи на полях сражений War Thunder. War Thunder. War Thunder. Удачи! 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 Продолжение следует...